Охота и рыбалка Охота и рыбалка Бил белку, соболя, ходил по чернотропу с собаками на лося, не упускал случая поохотиться на медведя, а иногда юзюбря или оленя. Жил в те годы в этом селе Зорин капитан Архипович. Было ему тогда чуть меньше 60 лет. Работал раньше бригадиром, председателем сельсовета, управляющим, в общем, был уважаемым всеми человеком. В тот год я увязался за своим другом Леонидом Прокопьевым, попал в охотничью бригаду Зорина и потом уже несколько лет к ряду проводил свой отпуск с ними в тайге. Прошло с тех пор более четверти века, и капитона Архиповича уже нет с нами, но все то, что я узнал и испытал в те годы, стало яркой страницей моей памяти. Более того, сейчас я готов утверждать, что общение с этим человеком повлияло на мою судьбу. И потому сегодня наш фильм – это дань памяти настоящему охотнику капитану Зорину, ставшему моим учителем в таежном деле, местам, где он охотился, обучал своих сыновей и многих других молодых людей сложному охотничьему ремеслу. Человека всегда тянет в те места, с которыми его связывают яркие воспоминания жизни. И вот, по истечении стольких лет, я снова приехал сюда и имею возможность провести несколько дней в знакомой мне тайге и общаться со своими старыми друзьями. Сейчас пора охоты на лося и боровую дичь. Промышлять пушного зверя еще рано, мех его не поспел, да и снега еще нет. Поэтому первые осенние походы моих друзей связаны с ревизией охотничьих баз, рыбалкой, охотой на боровую, ну и, конечно же, на лося. Маршруты прокладываются заходами на охотничьи базы, чтобы можно было проверить состояние избушек, не наведывались ли медведь или росомаха, в порядке ли припасы, оставленные ранее. Если что-то разрушено, то исправлять это нужно сейчас, чтобы не оставлять на сезон пушного промысла, когда каждый день будет навес золота. В те годы только капитан Архипыч охотился на лошади, а все члены его бригады, будь то его сыновья, родственники, друзья, охотились пешком. В среднем дневной маршрут составлял от 10 до 20 километров. Надо сказать, что к концу сезона, который длился не менее месяца, мы чувствовали себя при этом в отличной физической форме. Ну а сейчас, как вы видите, все уже охотятся на лошадях и готовы делиться некоторыми секретами у прижил лошади. КОНЕЦ 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 Так же с коробой усилия. Мы решили, что у нас finns. Но мы не можем сиеать. Но если бы мы не Cristo, то есть мы не можем одно. Ну мы могли бы так сделать. Мы не могли еще раз видеть. Мы можем разобраться. И мы должны их обраться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья говорят, что на этой базе они традиционно рыбачат И по их рассказам, здесь ловится неплохой хариус Длина сетей не более 10 метров Ставят парочку таких возле ямы Честно говоря, мы пессимистично отнеслись к этой затее Как-то не верилось, что рыба водится в такой миниатюрной речке Видя мой пессимизм, друзья попытались тут же продемонстрировать наличие рыбы Выгнав ее в закрюки Но ничего не получилось Оставив заряженные сети И повторив про себя оптимистичную народную мудрость Еще не вечер Мы двинулись дальше Собака и человек Современная наука не придумала средства в охоте Эффективнее этого тандема Который возник еще в первобытные времена Когда каждый из них понял Что совместная охота продуктивнее во много раз При охоте с собакой Начинаешь отчетливо понимать Насколько природа ограничила возможности человека Я думаю, что собака тоже это знает И потому опекает человека И по-своему заботится о нем Опытные охотники знают много случаев Когда она принимала удар на себя И уводила угрозу от хозяина Ух ты, соболь! Близость этого зверька Навеяло воспоминания о первой охоте с собакой С тех пор прошло вот уже более четверти века И это было именно здесь, в этих краях Капитан Архипыч предоставил мне собаку по кличке Байкал Это был прекрасный соболятник Я до сих пор не могу забыть глаза этой собаки Когда она, загнав на дерево соболя Смотрела на меня Как будто говорила Ну давай, я свое сделал Теперь ты не подкачай А если моя пуля, выпущенная из мелкашки Чиркала зверька рядом с головой И соболь уходил от нас по верхушкам деревьев Байкал бросал на меня быстрый, укоризненный взгляд В нем я буквально видел упрек Ну что же ты, а? Действительно, я чувствовал себя виноватым А когда зверек успокаивался и останавливался, мой друг вновь облаивал его и часто посматривал на меня, как будто говорил Ну давай, теперь не промахнись После точного выстрела он смотрел на меня уважительно И мы оба были горды друг другом С появлением опыта совместной охоты Мы стали понимать друг друга, как говорится, без всяких слов Я мог на расстоянии четко определить, какого зверька облаивает мой друг Или даже держит серьезного зверя Мог отличить его голос среди двойки-тройки собак А вот и белка Как рассказывают мои друзья В эти годы здесь ее очень мало В природе существуют периоды спада и подъема численности животных Белка напомнила мне и другой взгляд моего четвероногого помощника Прячущийся, стыдливый Это было в моменты, когда мы с ним как минимум два дня По разным причинам не могли найти следов соболя Не совладая с азартом, Байкал облаивал белку Или один, или в хоре с молодыми лайками Когда я подходил, он прятал взгляд Видно было, что ему стыдно И он на время исчезал из поля зрения Появлялся лишь тогда, когда я, привязав добычу к поняге Начинал свой путь Я уверен, что он понимал, что я еще не опытный И по-своему опекал Время от времени проверял меня, пробегая рядом На обратном пути не мчался к избушке Как молодые собаки Не оставлял меня одного в тайге Еще один соболь Совсем неплохо для одного дня Сезон охоты на соболя с собаками недолог Заканчивается здесь обычно к концу первой декады ноября После этого срока снег становится глубоким Собака проваливается по брюху И уже не может настигнуть легкого соболя Многие из тех советов, которыми капитан Архипович охотно делился с нами Остались со мной навсегда и пригодились в жизни Да и рассказчик он был отменный И было что рассказывать К тому времени только количество добытых им медведей подходило к сорока В один вечер, когда я вернулся в избушку с хорошей добычей и довольной Капитан Архипович, глядя на меня, сказал Вижу, брат, намучаешься ты с охотой Тогда я даже с некоторой обидой воспринял это предсказание Как же так? Вроде все получается С чего это я должен мучиться? А сегодня я понимаю, что он попал в точку Мой учитель, уже поживший, опытный человек Воспринимал охоту такой, какая она есть А именно, как тяжелый труд, который по плечу не всем А тот, кто охотится по-настоящему Должен обладать сильным духом и крепким здоровьем В то время, конечно, я охоту воспринимал не более как забаву Но по мере все большего увлечения охотой Я стал воспринимать ее, извините за каламбур Уже не просто как увлечение Вот так со временем жизнь носит коррективы В некоторое наше представление о ней Ответственный за рыбу Роман Принес добычу заряженных сетей Действительно, неплохие хариусы Быстрая засовка сейчас будет Черный перец, где? Вот здесь, здесь стоят В этих местах очень много голубики Летом ее вдоволь ест медведь Мерзлой голубикой всю зиму кормится соболь Ну и мы решили побаловать себя Сегодня у нас царский ужин Обычно охотники после добычи крупной дичи Готовят традиционное блюдо Суп из внутренностей и ободочной кишки Выгас Эдуард же продемонстрирует нам Разновидность этого блюда По собственному рецепту Колбасу из сахатины в ободочной кишке Я выбрал мясо, которое с жиром И буду резать мелкими кусочками И будем набивать вот эту прямую кишку С луком и солью Ну это... И некоторые люди сами по вкусу Могут добавить там чеснок, лук, перец Лавровый лис Я так люблю с руком и чисто с солью Вот, жир берем и мелко тоже режем Потому что он, как бы, с мясом Сорственно, нам все плохо сварилось Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Готов поспорить, что один вечер в таежной избушке с друзьями Заменяет неделю у моря А для ощущения более полной релаксации Вкусный ужин является неплохим подспорьем Тайга в этих краях другая, чем в центральной Якутии И по густоте, и по высоте Да и деревья растут, которых у нас нет О том, что здесь растет кедр, наверное, все знают А вот еще диковинное для нас дерево Пихта Готово Пихта Лают собаки. Хозяин сразу понял, что они облаивают птицу. Я спешился, взял карабин напарника и пошел в сторону собак. А вот и глухарь. Как-то слишком беспокойный. Может и улететь. Обычно, отвлекаясь на собак, эта птица подпускает на верный выстрел даже охотника с дробовиком. А здесь, видимо, то ли собака неправильно облаивает, царапая и запрыгивая на ствол дерева, то ли нас издалека увидела. Придется стрелять отсюда. Еще одна неприятность. Патрон дал осечку. А теперь надо быстро бежать, пока ее собаки не разодрали на несколько частей. Обратили. О, ну, просто. О, ну. Девят. Да. О, ну, хорошо. О, ну, вот. Сюда. О. Сюда. О. О, ну. О, ну, ну. О, ну, ну, ну. Мы вспоминали в эти дни о многом. О старших товарищах, их рассказах, советах, о своих приключениях, удачах и неудачах. Благо, охотнику всегда есть что вспомнить и что рассказать. И вам, уважаемые телезрители, удачной охоты и приятного общения в компании друзей. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok